Первые шаги Константина Мельникова в архитектуре совпали со всплеском интереса к цвету в эпоху авангарда. Цвет воспринимался не только как живописная характеристика, он исследовался с точки зрения физики, физиологии, психологии. Особенности психологического воздействия цветов изучались в послереволюционных исследовательских центрах в московских Инхуке и Рахне, а в ленинградском Гинхуке свою индивидуальную теорию цвета развивал художник Михаил Матюшин. Как и в немецком Баухаусе, цвет выступил в роли отдельной дисциплины в московском Хутемасе. А во второй половине 1920-х годов в основу этой дисциплины была положена цветовая теория немецкого ученого Вильгельма Оствальда. И влиянием колорита на психику человека, функциональность постройки интересовались рационалисты и конструктивисты. Хотя Константин Мельников держался в стороне от дебатов вокруг проблемы цвета, которые развернулись на страницах архитектурной прессы 1920-х годов, он в эти же годы преподавал в Хутемасе и в Хутыине, был сотрудником Гахна и, кроме того, имел опыт живописца, сложившегося в эпоху модерна. Для своей первой самостоятельной постройки павильона Махорка Мельников продумывает живописное оформление. Прямоугольный плакат над входом, круглый фирменный знак и вывески в интерьере. Мы видим, что в предварительных эскизах фирменного знака Мельников явно экспериментировал с модерновскими декадентскими цветовыми гармониями. В проекте Новосухаревского рынка в Москве Мельников наделил цвет особой функцией. Он должен был облегчить покупателям навигацию в пространстве рынка. В августе 1925 года Мельников, который находился во Франции после строительства павильона СССР для Всемирной выставки, выслал в Москву проект цветового решения для торговых киосков. Как он отметил, проект был выполнен под его руководством лучшими художниками Парижа. При этом сами малярно-декоративные работы по палаткам были проведены артелью новь лишь годом позже, после того, как Мельников настоял в докладной записке в Московское коммунальное хозяйство на необходимости цветового оформления как способа навигации. Итак, Мельников предложил шесть цветов для цветового оформления в палатах. Два нейтральных серый и белый, и четыре основных – голубо-зеленый, красный, оранжевый и синий. Один цвет должен был отмечать вид торговли, а тип продукта должен был дополнительно отмечаться вторым цветом. И цвета следовало сочетать, руководствуясь с предложенными Мельниковым эстетическими комбинациями цветов. Основных между собой, нейтральных между собой, основных с нейтральными и основных с другими. И Мельников выделил обязательные для всех палаток ахроматические акценты. Это белые козырьки, черные крыши, серые створки и цоколи. Таким образом, по словам Мельникова, пространство Новосухаревского рынка было превращено в море архитектурной живописи. То есть цвет не только играл роль в своеобразной системе координат, но и составлял самостоятельную, очень эффектную пространственную композицию. А в колористическом решении собственного дома в Кривоарбатском переулке в Москве Мельников использовал еще больше эстетических и функциональных возможностей цвета. От моделирования пространства и условий освещенности до усиления выразительности архитектурной формы.